Всем привет, друзья! Часто в комментариях вы пишите, почему у меня болят локти, почему болит вот эта часть груди, внутренняя часть груди, почему болят там предплечья и так далее. Сегодня мы это все рассмотрим на турниках и брусьях, потому что это интересные вопросы. Погнали! Итак, друзья, самый важный, основной пункт это делать разминку перед каждой тренировкой. Всегда, когда вы начинаете тренировку, вам нужно сделать 5-10 минут разминку на все тело. Нужно начинать всегда с верхней части, то есть с шеи. Разминаете шею, потом плечевой пояс, потом грудные и спину и так далее. И доходите до ног, естественно, сверху вниз. Если вы сделаете разминку, то на 50% сокращается шанс травмирования. Итак, начнем с того, что я слышал много жалов на то, что у людей болит вот эта внутренняя часть грудной клетки. Почему она болит? Сейчас мы рассмотрим. Как всегда, обязательно перед тренировкой нужно делать разминку. Это первое. Второе. Когда вы отжимаетесь на брусьях, это, наверное, самое травмоопасное упражнение для вот этой части грудной клетки, вы должны отжиматься до 90 градусов. То есть ваши локти должны быть вот так максимум. Если вы закидываете их вот туда вниз вот таким образом, то у вас будет идти нагрузка на грудную клетку, а также на плечевой сустав. Еще есть такое особенное заблуждение, что некоторые качки и некоторые обычно школьники, это обычно школьники говорят, что нужно все время выпрямлять руки, суставы выпрямлять в любых упражнениях. Если вы подтягиваетесь, то нужно в нижней фазе на полную разгибать. Если вы вот тут отжимаетесь на турниках, то нужно обязательно выдергивать вот так руки. Это совсем не обязательно. То есть в верхней фазе вы можете не до конца выгибать руки. Они где-то должны быть вот в таком положении. И до конца вы так вообще не уходите. 90 градусов вполне достаточно. Итак, как мы уже поняли, техника всему голова. Если вы отжимаетесь на брусьях неправильно, без техники, то у вас будет болеть внутренняя часть груди и также плечевой пояс. Когда вы отжимаетесь на брусьях, нужно тоже соблюдать четкую технику. Если вы проваливаетесь максимально вниз вот таким образом, то эта техника неправильная. Правильная техника выполнения вот такая. То есть вы где-то докасаетесь примерно вот на таком уровне. Ваша грудь должна быть на уровне брусьев. Если вы уходите вниз, то эта техника неправильная и будет напрягаться очень сильно плечевой сустав. И просто представьте, что будет, если вы будете отжиматься с дополнительным весом. Если вы будете проваливаться максимально туда, под брусья прям, то ваш сустав просто будет страдать и просто сотрется. Так, следующее, почему болят суставы плеч и лохтей, это потому что вы подтягиваетесь за голову неправильно. Тут должна тоже быть определенная техника. Смотрим. Обязательно нужно повисать широким хватом. Где-то вот такой хват, тогда будет вполне нормально. Я видел, многие люди берутся вот таким хватом, где-то на ширине плеч. Это, конечно, неправильно. Когда вы подтягиваетесь, у вас все мышцы работают в неправильном положении. То есть и суставы у вас сгибаются неправильно. И плечи, и локти гнутся как-то, и сгибаются просто. Это очень травмоопасно. Так, следующее, почему болят локти и плечи также, это подтягивания. Когда люди подтягиваются, в этой фазе они нормально подтягиваются. Но потом, когда они опускаются, они резко кидают свое тело, тем самым выдергивая свои суставы. От этого разрушаются они и стираются. Опять же, когда вы подтягиваетесь, вы должны делать все плавно. Негативная фаза – это наиболее важная фаза, чем позитивная фаза, когда вы идете вверх. То есть идете вверх довольно быстро, а вниз уже опускаетесь медленней. До конца локти не нужно выгибать совсем. Они должны быть в напряжении. Потому что если вы выгибаете до конца локти, то ваши мышцы расслабляются. И когда вы уже поднимаетесь вверх, начинаете подниматься, то вы уже поднимаете своими сухожилиями и суставами, которые, в свою очередь, тоже стираются. А если вы будете где-то руки вот так держать, то есть не на полную выгибать, а вот так, то тогда у вас будут напряженные мышцы, и будут работать именно мышцы, а не суставы. Итак, друзья, я надеюсь, вы поняли все ошибки, которые вы, возможно, делали, и не будете их больше повторять. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока!